Выстрел себе в ногу. Премьер Яценюк поручил провести переговоры с Россией и разобраться, почему Москва уведомила украинские авиакомпании о запрете полетов на территории России с 25 октября. Причем ситуация выглядит более чем прозрачно. Сам Яценюк в понедельник заявил, цитирую, «нечего делать российским триколорам в наших аэропортах» и запретил с 25 октября российским авиакомпаниям летать и на Украину, и над Украиной. Когда российский Минтранс объявил об ответных мерах, Яценюк отреагировал точно как в анекдоте. А нас-то за что? Причем сам заговорил о принципе взаимности. Сколько вы летаете к нам, столько и мы к вам. Но вы под санкциями с нашей стороны, а мы с вашей нет. Мы так защищаем свой рынок. А в пятницу в Раду внесен проект закона о запрете на ввоз всех товаров, произведенных в России. И что характерно, вся эта игра на обострение идет в тот момент, когда обострения в Донбассе нет. Все стороны рапортуют о безусловном соблюдении прекращения огня. То есть и поводов для грозных демаршей нет вовсе. Моя коллега Екатерина Кибальчич разбиралась, зачем Киев принимает решения, которые бьют по его же экономике. Нечего делать российским самолетом с российскими триколорами в украинских аэропортах. Четко, ясно и главное честно. Российский флаг не дает покоя. Эта фраза украинского премьера быстро стала крылатой. Долетела до Москвы и во вторник вернулась в Киев ответными санкциями уже для украинских авиакомпаний. Арсений Яценюк как будто даже обиделся. Северные соседи без каких-либо оснований, как всегда, начали угрожать и вводить безосновательные ответные меры против украинских авиакомпаний. Идея авиаблокады удивительна еще и потому, что военный конфликт в Донбассе начал утихать. Стороны отводят вооружение. И вдруг Украина идет на политическое обострение. Самолеты между Москвой и Киевом пока еще летают. Но на даты после 25 октября билеты уже не продают. Перевозчики соседних стран думают об увеличении транзитных рейсов. В первую очередь через Минск. Безусловно, это Минск, это Рига, это Варшава. Ну, рисовали Стамбул даже. Достаточно диковинный маршрут из Киева долететь до Стамбула, потом со Стамбула до Москвы. С пересадкой в Минске будет раза в два дороже и раза в три дольше. Наталья живет и работает в Москве. Но каждый месяц обычно летает на родину в Киев. Таких, как она, работающих украинцев в России сотни тысяч. Они и были основными пассажирами запрещенных теперь рейсов. В основном украинцы. Это видно было по регистрации, когда летишь, паспортный контроль. Практически весь самолет идет на сторону не российских граждан, а других. Я не знаю, зачем эти санкции нужны и кому они делают хорошо. Но по сути страдает обычные граждане, обычное население. Судя по нервной реакции Киева, пострадали не только обычные граждане, но и некоторые очень влиятельные. Например, Игорь Коломойский, который контролирует главную украинскую авиакомпанию. Первые его убытки 35 миллионов долларов. Другие компании потеряют до третьего годового бюджета. А главный украинский аэропорт около 10% выплат. Это не очень эффективно и для экономики Украины, наверное, не очень выгодно. Эмоциональное, по-моему, решение не очень рациональное. Никакие плюсы для Украины я не вижу. Для России это сложно, но это большая страна, поэтому, наверное, не очень мешает. Немецкий политолог не понимает, почему украинское правительство просит у Европы финансовой помощи, но в то же время вводит санкции, которые больше наказывают Украину, чем Россию. Не думаю, что ЕС поддерживает действия Украины или компенсирует. Не думаю. За последние полтора года Украина какие только санкции не приняла. Запрещено вещание российских каналов. Остановлена работа по многим совместным проектам, в том числе научным, экономическим. Запрещен въезд многим деятелям культуры. Десятки российских фильмов лишены прокатных удостоверений, в том числе «Белая гвардия» по Булгакову и «Брат-2», видимо, за эту сцену. Слышь, земляк, а где здесь русские жили? Ускальвини на земляк. Демтеровец! Чего? Санкционный комитет в постоянном режиме должен мониторить исполнение санкций, которые были введены. Санкционный комитет, видимо, нужен для того, чтобы не запутаться в запретах и блокадах. Первый удачный маневр в гибридной войне, который ведет против нас Россия. Без воды, еды, электричество. Оккупационная власть в панике. Киевские власти уже перекрыли водный канал в Крым, уже отключали электричество. Но пару недель назад активисты правого сектора показали, что не все возможности исчерпаны. Они заблокировали украинские фуры, которые везут продовольствие. И журналисты, и правительство инициативу поддержали. В украинских новостях даже показывали пустые прилавки и сообщали о наступающем голоде в Крыму. На самом деле, ну это просто смешно. То есть ничего не изменилось? Абсолютно. Абсолютно. То есть сейчас наоборот, у российских производителей появился как бы карт-бланш. Все жаждут завести к нам продукцию. И оказывается, сейчас она по цене дешевле, чем продукция из Херсона. Как выяснилось. Свободную нишу быстро занимают российские бренды. А Украина, похоже, навсегда лишилась огромного рынка сбыта. Да по-ганому, братцы, думаем. Чего? Рынка сбыта совсем нема. Вообще село загнется. Там война, тут не мог ходить, что вырастешь, продать не мог кому. Жители Херсонской области надеются, что теперь Европа начнет покупать их продукты. Знак солидарности. Евросоюз должен был бы навязать каждой стране повинность брать по квотам украинские товары. Но я не могу представить такое голосование. Как в присыщенную Европу завозить еще что-то? Молоко не возьмут точно. Например, у меня родственник во Франции, которому пришлось перебить стадо полторы сотни молочных коров, потому что не выдержал конкуренции. Европа не хочет платить за ущерб от новых санкций, призывает Петра Порошенко не делать глупостей. Известный украинский журналист Анатолий Шарий, напротив, уверен, что не стоит недооценивать киевских политиков. Часто именно прагматичные бизнес-интересы отдельных лиц скрываются за санкционными списками. Несите туда Петра Алексеевича Порошенко, наконец-то, потому что конфеты «Рошен» прекрасно продаются в якобы блокированном Крыму. Анатолий Шарий опубликовал в своем блоге видео из крымского супермаркета, где полки завалены конфетами президентской фабрики. Пока фуры из Херсона стоят, экономика терпит крупные убытки, сам Порошенко хоть и по мелочи, но зарабатывает. Формально все правильно, ведь его шоколадная фабрика в Липецке. Петр Алексеевич должен в первую очередь разорвать эти отношения. Ну как это глава государства, первое лицо в государстве, имеет бизнес в России. Все эти санкции приводят к одному, к удару по собственному лицу. У меня мнение такое, что во власти в Украине заседает немало диверсантов. Закрытое небо между Украиной и Россией – это, возможно, тоже передел рынка и попытка заработать на блокаде. Теперь, знаете того, что с рынка выталкивается украинская, например, российская компания, здесь исключено могут появиться какие-то полуроссийские или другие зарубежные компании, которые заберут эти рейсы. Скорее всего, какой-то нерезидент, но оформлен на фшор одного из украинских олигархов, которые очень близко к власти. Если небо закрывают, значит, это кому-нибудь нужно. За абсурдными, на первый взгляд, решениями стоят гениальные схемы. Санкционные списки Украины надо читать между строк. Вот, например, под персональные санкции попали десятки российских ученых. Один из них – академик Сычев, директор НИИ Агрохимии. Обвиняется в угрозе национальной безопасности Украины и пособничестве террористам. Мне просто записали, что мне запрещено туда въезжать, как там, украински. И второе, что лишить всяких наград. Академик Сычев никогда публично не говорил о политике, не подписывал петиции. Даже в Крыму не был. Зато пять лет назад Виктору Сычеву в Киеве присвоили звание иностранного академика. Его разработками пользовалась вся агрохимическая отрасль Украины. Я буквально три года назад был в той же Украине. Был в агрохим-центре. Спрашиваю, какими методами анализы вы работаете. Они говорят, конечно, вашими методами. Ничего еще умнее никто не придумал. И перейти на другие методы, это будет очень непросто. Это надо поменять специалистов. Иными словами, нужно было бы полностью перекроить рынок химических удобрений в Украине. Огромные траты из госбюджета, новые тендеры и заказы. То есть знакомая схема. Академик Сычев со своим институтом в ней лишний. Он ведь бесплатно отправляет свои наработки украинским коллегам. Пытаюсь просто с ними связаться и не получается. То есть связи нет пока. Не знаю, то ли они сами отключились, то ли их отключили. Я не знаю. На этой неделе известный в Киеве бизнесмен Григоришин заявил, что правительство Юценюка ждет отставка. Потому что именно он возглавляет коррупцию. Причем в неслыханных даже для Украины масштабах. Я считаю, что 90% постановлений Кабмина принимаются с учетом его личных интересов, политических или экономических. Он думает о своем политическом будущем и личном кармане. Я думаю, что сейчас второе превалирует. И даже состоявшаяся реструктуризация долга, которой так гордится премьер, надели ловушка для экономики. Страна, по сути, продала рост ВВП. Если он растет в пределах 3%, то никакой прибыли те, кто давал в долг, не получат. Если ВВП останется в промежутке от 3 до 4%, с кредиторами нужно будет поделиться 15% прироста. А рост больше 4% обещает кредиторам фантастическую прибыль. Почти половина от прироста ВВП. То есть рост экономики Украины означает попадание в кабалу на долгие годы. Юценюк как раз обещает. Через 20 лет ВВП как в Швейцарии. Это все по стилистике напоминает рекламные ролики МММ. С той лишь разницей, что когда пирамида рухнет, отвечать придется уже другому правительству. Екатерина Кибальч, Арсений Байбулов, Ирина Близнюк и Виталий Каченко. Воскресное время.